Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. В этом видео мы с вами проясним, что из себя представляет база данных. Я просто скачал первый попавшийся шаблон сайта и, в принципе, вот он так вот выглядит. И давайте посмотрим, то есть вот у нас есть на сайте текст, да, и куда этот текст у нас сохраняется, когда мы создаем сайт. Сейчас я вам это покажу. То есть вот при обычном создании сайта, это вот у нас HTML-код, вот таким образом выглядит. То есть это код, специально написанный для браузеров, то есть для программ, с помощью которых вы открываете ваш интернет и гуляете по сайтам, да. То есть это вот у нас HTML-код. Окей, и где же у нас сохраняется этот текст? Он сохраняется именно вот в этом файле. То есть где мы пишем, он там и сохраняется. Вот я открыл этот файл. И вот у нас это вот все файлы сайта. И вот в этом файле у нас сохраняется текст. Тот, который мы вот сейчас вот здесь с вами исправляем, да. То есть вот если мы что-то здесь допишем, вот, то он у нас сохраняется в этом же файле. То есть вот вы можете видеть. То есть я его выделил здесь, он выделяется вот в коде в самом, да. То есть это у нас вот здесь разделено на две части. Здесь то, что мы видим визуально, а это то, что у нас представляет собой HTML-язык. То есть язык программирования, да. Вот. То есть это то, как работает это на обычном сайте. Но это не является базой данных. То есть это не база данных. Я просто сейчас пытаюсь вам показать, в чем разница между вот базой данных и вот между тем, когда у нас информация сохраняется в том же файле, который мы создали, да. Вот. А теперь давайте рассмотрим, что такое у нас база данных, да. То есть для сравнения. Вот если мы зайдем на какой-то сайт, который из себя представляет движок. Это вы можете посмотреть предыдущие уроки, где я говорю про движок, да. Вот. И вот в таких сайтах, вот если мы заходим в админку, в административную часть сайта и, например, создаем какую-то страницу новую. И здесь вот пишем какой-то текст, да. Вот, например, прямо вот этот текст возьмем, скопируем. И запишем его сюда. Здесь мы его прописываем. Вот. И если мы это дело сохраняем, то у нас вот этот текст, он не сохраняется в этом же файле. Он сохраняется у нас в базе данных. То есть это отдельная вещь, которая хранится в другом месте. И выглядит это примерно вот так. То есть все то, что мы с вами сохраняем в движке, оно хранится вот в виде вот таких файлов в отдельной системе. Вся вот в совокупности все вот эти данные называется база данных. Почему именно перешли к такой системе? Потому что вот если мы сохраняем вот в таких вариантах, да, то неудобно обрабатывать информацию. А если же мы храним нашу информацию в такой базе данных, то компьютеру очень легко эти данные получить, обработать и выдать вам. Да, то есть, например, если вы на сайте что-то ищете, то компьютер очень быстро может эти данные найти и вам выдать. Вот в таком же файле, если мы храним, то здесь поиск по этим файлам невозможен. То есть база данных это совокупность различных данных, которые сохраняются в специальном месте. Вот что с собой представляет база данных. И когда вы будете смотреть мои уроки, где я учу подключать, устанавливать различные движки, то знайте, что база данных это как раз вот, это она и есть. Вам понравилось это видео? Если да, то ставим пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Прямо под этим видео вы можете найти ссылку на мой сайт Компьютерный гений и группу ВКонтакте. Заходите туда и будьте в курсе последних видео и новостей. И у меня к вам такой вопрос. Какие у вас бывают проблемы с компьютером или компьютерными программами? Обязательно напишите об этом в комментариях прямо под этим видео. И следующее видео я сниму как раз по этой тематике и помогу решить вам вашу проблему. С вами был Бойко Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok